За первую неделю лета курс доллара снизился на 27 копеек, до 64,81 рубля, а курс евро потерял 12 копеек и составил 73,45 рубля. Рубль укрепляет свои позиции за счет мощного притока капитала на отечественный фондовый рынок и заявление Федеральной резервной системы США о готовности снизить ставки в этом году. На данный момент дальнейшее поведение рубля зависит от итогов заседания Центрального банка, которое состоится 14 июня. На нем российский финансовый регулятор даст свои комментарии о денежной массе на будущий период и огласит ставку рефинансирования. Каким именно будет решение ЦБ РФ, сейчас сказать трудно. Но судя по состоянию внутреннего рынка долговых обязательств в РФ, игроки практически с полной уверенностью рассматривают снижение ставки рефинансирования как уже произошедший шаг со стороны Центрального банка. Возможно, что момент для смягчения выбран правильно. Но если рынок ошибся, то в конце недели это скажется на курсе рубля по отношению к доллару США. И возможно, не в лучшую сторону, поделился своими прогнозами руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Участники рынка ожидают сокращение ключевой ставки с 7,75% до 7,50%, рассказал Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Последние два месяца инвесторы активно скупали российские активы, так как регулятор неоднократно намекал на скорое смягчение монетарной политики. Этот фактор, по его словам, должен снизить доходность будущих размещений. Из-за стабильности рубля потребителям не стоит опасаться роста инфляции или обесценивания валютных сбережений. Такое мнение выразила ведущая аналитика ООО «Эксперт» плюс Мария Сальникова. Колебания в диапазоне одного рубля по доллару США и по евро на протяжении последних трех месяцев свидетельствуют о стабильности валютного рынка страны. Фактор санкций сохраняется, однако российская экономика демонстрирует устойчивость к его влиянию, рассказала аналитик. Она также отметила фактор неопределенности темпов роста мировой экономики из-за торговых отношений Америки и Китая. Так, по словам эксперта, инвесторы могут охладеть к развивающимся рынкам и начать распродажу ценных бумаг. Однако и тут Россия является наиболее привлекательной среди развивающихся стран. То есть ни сильного оттока инвесторов, ни притока капиталов из-за этой причины не произойдет. В тот момент, когда и Китай, и Америка, и Европа, и Великобритания, и так далее могут ждать замедления экономической активности. Россия, более вероятно, будет демонстрировать стабильность, без резких просадок по ВВП, росту заработных плат или стремительной инфляции, заявила Мария Сальникова. Что будет дальше с курсами валют? Ожидать серьезного падения курса не стоит, отмечает Геннадий Николаев. Разговоры о новых антироссийских санкциях сошли на нет, США и Мексика заключили миграционное соглашение, благодаря чему угроза очередной тарифной войны была предотвращена, а нефтяные цены поддерживаются обещаниями Саудовской Аравии сохранить текущее ограничение на добычу до конца года. Ожидаем курс в диапазоне 64,4-65,4 рубля за доллар, рассказал эксперт.